Музыка Хаим Сутин, уроженец белорусского местечка Смеловичи и один из талантливейших живописцев парижской школы, никогда не бывал в Палестине и умер за пять лет до создания государства Израиль. Большинство израильских художников этого периода никогда не бывали в Париже, не встречались с Сутиным и не видели его картин. И тем не менее, его влияние на израильских художников огромна. И это в прямом смысле слова очевидно на выставке «Обнаженная душа. Хаим Сутин и израильское искусство». Она проходит в художественном музее Кибуца Эйнхарот, что в Израильской долине, что само по себе чудесно. Со словом «Кибуц» ассоциируется что угодно, но только не музей искусств. Тем не менее, он здесь существует с 1937 года и с этого времени связан с творчеством Хаима Сутина. Член Кибуца и основателем музея художник Хаима Тар, побывавший в 30-е годы в Париже, вернулся очарованный работами Сутина, его самобытностью, новаторством, свободой. Сам Хаима Тар писал портреты и натюрморты в манере Сутина. Позже им увлеклись и другие израильские художники. И влияние это заметно по сей день. В эпоху Сутина было много больших мастеров. Почему именно Сутин повлиял на три поколения израильских художников? Во многом это заслуга Хаима Тара. Это был переходный период между 20-ми и 30-ми годами. Сначала здесь рисовали пейзажи местных арабов, природу Эр-Цесраэль, в основном для туристов, посещающих страну. Но в 30-е годы художники сказали, «Постойте, а где наша душа? Где наш внутренний мир? Мы хотим выразить себя». И они увидели пример для подражания в Сутине, как в человеке, который не боится заглянуть внутрь себя, глубину своей души и выразить это. Поэтому он стал им примером. Но ни одной оригинальной картины Сутина они не видели. И никому не посчастливилось даже Хаиму Атару встретиться с ним. Поэтому они изучали его по репродукциям и рассказам о нем. Ведь сам Сутин почти о себе не говорил. И сейчас есть современные художники, последователи Сутина. По той же причине у него была смелость писать свободно, без компромиссов. Картины израильских художников и 18 полотен Хаима Сутина предоставлены для выставки военхород израильскими музеями, а также частными коллекционерами из Израиля и за рубежа. Для участия в создании экспозиции в Израиль была приглашена Сурья Садекова, главный куратор Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Этот художник мне важен как совершенно цельная фигура, как такой эталонный художник, живущий для своего искусства, не принимающий никаких компромиссов. Ему жизнь, с одной стороны, подарила много подарков. Он смог поселиться в Париже, где он хотел жить. Благодаря Барнсу он стал известен. И дальнейшее его материальное благополучие позволило ему делать только то, что он хочет. Но, тем не менее, к сожалению, Сутин не был счастливчиком. Школой Хайма Сутина в Париже был Лувр – великие итальянцы и голландцы, которых он переводил на свой уникальный язык. Но молодой Сутин не был чужд и влияние своих великих современников. Израиль обладает очень сильными работами Сутина. Одна из ранних работ Сутина, он часто писал свои автопортреты. И здесь, как в очень ранних работах, с одной стороны, мы уже видим здесь Сутина с его изломами, но здесь совершенно очевидно еще влияние Пикассо. И Пикассо его тоже, как и Модельяне, поддерживал. И на похоронах мы знаем, что Пикассо был для него таким важным персонажем тоже в жизни. Хотя они такие разные по характеру. У Пикассо коммерческая жилка, он был более приспособлен к жизни. Он был менее хрупкий, менее трагическая фигура. Сутин другой, но их объединяла абсолютная, полная самоотверженность. Друзья Хайм Сутин выбирал лишь людей, близких по духу и творчеству. Таких было немного. Он был дружен с Модельяне, который, к сожалению, рано умер. Картина «Женщину красным» вероятно портрет еще одного друга Сутина – Мадлен Костен. Это типичный Сутин его самого сильного периода. Мадлен Костен в какой-то степени была музой не в банальном понимании этого слова. Она была музой-другом, потому что удерживать его психическое равновесие она помогала. И все самые большие и важные работы были написаны, когда произошла встреча Мадлен с Сутиным. Более поздняя работа «Портрет девочки». В период конца 30-х годов он уже ослабел. Тильнейшая язва желудка, которая пришла еще из его больного полуголодного детства, потом абсолютно голодные, практически 10 лет в Париже, они не могли не подорвать его здоровье. Сутин умер в 50 лет. Возможное предчувствие раннего ухода подоплека того, что почти каждая картина Сутина – это размышления о границе между жизнью и смертью. Не случайно у него особенно много натюрмортов, мертвой природы, забитых животных и птиц, увядающие цветы. Красные гладиолусы – из запасников музея Израиля, а белые прилетели в Израиль из США. Каждая картина, которая у меня в Сутина есть, у меня несколько есть, каждая картина имеет историю. Я только покупаю картину, если за ней есть, первым, она мне нравится. А повторить, должна быть история. Когда Сутин умер, эта женщина, она знала, что у него самые любимые цветы – это гладиолы, белые гладиолы. И он, когда умер, она была лжила. А кто она? Вы говорите, она, она. Это его последняя женщина. У него были только, только, как художник, это только три женщины. Понимаете, для художника, знаете, у Пикассо сколько было женщин, и прочее, прочее, у Модельяне. У него были только три женщины. Это последняя женщина. Она была француженкой, она его прятала последние два года. И когда она его привезла в больницу, он там после операции, он умер. И вот она, я так верю, его руки, он лежит, и вот на нем эти белые гладиолы. Шмуэль Тацк купил гладиолусы около четырех лет назад. Он просто одержим Сутиным. Читает лекции о нем и периодически проводит мероприятия под названием Сутиниана. Кроме гладиолусов, Шмуэль привез на выставку портрет Сутина и израильской художницы Симы Цлоним. Они встречались в Париже в 30-е годы. Она была дочей семьи израильских раввинов четвертого-пятого поколения. Очень молодая девушка и приехала в Париж учиться у Сутина. Встретилась с ним. Сутин в нее влюбился и сделал ей предложение. Она сказала, что приехала, в общем-то, только учиться и отказала. Но перед этим, в 37-м году, она написала его портрет. Безусловно, в отношениях Сутина и в израильских последователей и поклонников сказывается и еврейское происхождение художника. Его, как и Шагала, евреи считают своим, в отличие от французов. Мы спорили с нашими французскими коллегами, которые утверждают, что он русский художник. Я всем говорю, что в Сутине нет ничего русского, потому что русский не был его родным языком. Он никогда не был ни в Москве, ни в Петербурге. Русскую культуру он уже узнал, приехав в Париж, глубоко русскую культуру. А его еврейское детство, он был все-таки воспитан в еврейской традиции. Его книжность пришла из еврейской традиции. Поэтому по своей тонкости технической он многому учился у старых европейских мастеров. Но, безусловно, без корней еврейских он был бы другим. Поэтому для меня это французский художник еврейского происхождения. Выставка «Обнаженная душа Хаим Сутин и израильское искусство» будет открыта до 21 марта 2020 года. Это событие для культуры Израиля, не говоря уже о музее Кибуца-Эн-Харот. Этот уникальный музей, безусловно, заслуживает отдельного рассказа в одном из следующих выпусков нашего тележурнала. Субтитры создавал DimaTorzok